Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в программе. Приостановка работы до выплаты зарплаты работников ЖКХ в Омской области. Во Владимире работникам общественного транспорта вернули долги по зарплате. Сайт Омск.Информ рассказал о борьбе муниципальных работников. 20 августа в Омской области работники муниципального предприятия «Знаменская ЖКХ» приостановили работу до выплаты зарплаты. Они занимаются подачей горячей воды и отопления жителям села Знаменская. Рабочим три месяца не платили зарплаты. Дело в том, что на прежнего директора этого муниципального унитарного предприятия Владимира Канайкина заведено уголовное дело по статье «Мошенничество» в особо крупном размере. Директор использовал договоры и счета предприятия для личного обогащения. Именно поэтому счета компании сейчас арестованы и любые перечисления уходят на оплату долгов. Закончились запасы угля и дров. Денег на зарплаты рабочим нет. Средняя зарплата на предприятии порядка 20 тысяч рублей. По словам источника внутри компании, в прошлом году губернатор давал средства, чтобы погасить долги компании. Но долги опять накопились. 20 августа, во время приостановки работы до выплаты зарплаты, на какое-то время односельчане остались без воды. Большинство из них не жаловались, потому что поддерживают муниципальных работников. В село приехали полиция, районная прокуратура, представители администрации района, другие контролирующие и силовые ведомства. Они провели для рабочих собрания и пообещали ликвидировать задолженность. Когда, неизвестно, омские региональные власти перекладывают ответственность на районную администрацию. 23 августа новостной сайт «День во Владимире» сообщил, что при помощи прокуратуры работникам общественного транспорта вернули долги по зарплате. Владимирский перевозчик ОКТО покинул рынок пассажирских перевозок в конце февраля. Бывшие сотрудники компании пожаловались о невыплате двухмесячной зарплаты в прокуратуру и мэру весной 2024 года. Правоохранители начали проверку. Выяснилось, что у перевозчика из-за задолженностей арестовали счета. Спустя некоторое время ограничения сняли, чтобы руководство компании смогло рассчитаться с сотрудниками. По данным прокуратуры, сумма задолженности превысила 4 миллиона рублей. В результате действий прокуратуры компания выплатила зарплаты 101 сотруднику за работу в феврале и марте 2024 года. Руководителя компании оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Красное радио Фонда рабочей академии регулярно рассказывает о трудовых конфликтах в сфере муниципального транспорта и хозяйства. Мы твердо стоим на позиции, что большинство проблем в этих сферах происходят из-за приватизации, расчленения муниципальных предприятий и разведения сфер ответственности между региональными и муниципальными властями. Такое положение дел позволяет обогатиться отдельным мошенникам и целым фирмам-однодневкам. При этом представители буржуазного государства на любом уровне власти волшебным образом вообще ни за что не отвечают. Поэтому это удобно и капиталистам, и их представителям буржуазному государству. Невыгодно это лишь работникам, поскольку они регулярно становятся заложниками незаконных схем и банкротств на своих предприятиях. При этом сами жители нашей страны постоянно живут при риске остаться без воды, отопления и возможности перемещаться на общественном транспорте. Выход из такой ситуации есть. Работникам муниципальных предприятий, даже самых небольших, надо объединяться в сплоченный коллектив. Нужно составлять коллективный договор и оказывать давление на свое руководство, чтобы администрация подписала этот договор. Однако это только начало. Окончательно решить проблемы муниципального хозяйства сможет только общественная собственность на средства производства. Товарищи рабочие, обращайтесь в фонд Рабочей Академии за помощью в борьбе. Новости читала Гилева Светлана с коммунистическим приветом из Ленинградской области. Новости читала Гилева Светлана с коммунистическим приветом.